Пражская Спарта. Вот как раз если помешать в Бундеслиге, Спарта там только в своей группе Шальке уступила, но с другой стороны имела большое преимущество над остальными конкурентами, в роли которых там выступали греческий Астерос Триполис и кипрский Апоэлл. В этом году, кстати, тоже могла квалифицироваться, но уж больно серьезно оказалась группа. Спарта Краснодар. Ну что ж, рабочие жреби для Краснодара. Ну, во-первых, хочу поздравить наших болельщиков с тем, что мы вышли в весенний этап Лиги Европы. Мы наслаждаемся каждой минутой, для нас это очень такое новое, и я думаю, что болельщики наши получают удовольствие от того, что мы прошли дальше. Что касается жеребьевки сейчас состоявшейся, ну, наверное, не важно, какой был соперник, мы будем подходить максимально ответственно. Это первый у нас опыт. Если мы говорим о плюсах-минусах, ну, минусы мы в себе ищем. В общем, все-таки мы потеряем Кабаре в первую игру, игрок для нас очень важный. И, наверное, надо сказать, что Спарта очень тяжелый соперник, и мы видели это в игре с ЦСКА, и в групповом турнире они с немцами были, с Шальки, по-моему, да, и две ничьих. То есть это очень достойный соперник, и, может, это не первый топ-5 чемпионатов, но в Спарта это очень сложно для нас будет, и я думаю, что это будет очень интересно. Из плюсов, наверное, то, что чехи тоже начинают чемпионат весной с перерывом, и до нас они, по-моему, только всего одну игру сыграют. То есть мы будем в этом плане в равных обстоятельствах. Я думаю, что это для нас плюс. Ну, и второй плюс, наверное, то, что все-таки мы проводим первую игру на выезде, что для нас тоже хорошо. Так что соперник интересный, и любой соперник, который бы нам достался, мы были бы довольны. Здесь, наверное, уже нет уделения на сильных слабых. Есть абсолютные лидеры, наверное, там с ними было бы тяжелее, но остальные все примерно одинаковые, и я думаю, что игра будет интересной.